Сегодня 30 декабря Канун Нового года Смех, веселье, новогодние елки, утренники, детвора веселиться от души Настоящим подарком стал день 30 декабря 1911 года для воспитанников мужского приходского училища Здесь впервые за много лет состоялась новогодняя елка После литературно-музыкального представления детям раздали подарки Что до взрослых, то они развлекались по-своему Любили самарцы играть в шашки, шахматы и карты А еще была модная игра фантазии Суть ее заключалась в следующем Игроки заранее собирали конфетные обертки Складывали их по правилам Получались конфетные биты Ими надо было закрыть биту противника Победитель забирал все конфетные обертки Которые на время игры становились своеобразной валютой Стоимостью от одной копейки до рубля 30 декабря 1911 года Министр народного просвещения Российской империи Лев Касса Высоко оценил заслуги самарского мецената Андрея Суботина До проходу присвоили звание почетного гражданина Самары Благодаря чете Суботина в губернии появилось новое здание Самарского реального училища Здесь учились многие известные люди Граф, русский писатель Алексей Толстой Академик Глеб Кржановский Архитектор Петр Щербачев 30 декабря 1961 года В Сергиевске по случаю открытия широкоэкранового кинотеатра «Заря» Устроили большой праздник Теперь местные жители были в курсе всех киноновинок И заодно смогли посмотреть новый фильм Ильдара Рязанова «Зигзаг удачи» Он вышел на экраны страны 30 декабря 1968 года И попал в список 100 лучших фильмов всех времен 30 декабря 1970 года В поселке Безенчук вплотную занялись в небесной канцелярии Приволжское управление гидрометеослужбы запустило в действие новую аэрологическую станцию С ее помощью можно было вести наблюдение за погодой в верхних слоях атмосферы В этот день все, кто любит снег, горки и доски Отмечают неофициальный пока праздник – Всемирный день сноубординга Или День сноубордиста Если быть точным, то реальная история сноуборда насчитывает от силы 3 десятилетия И именно тогда для спуска с гор стали использовать одну широкую лыжу Наряду с двумя В 1998 году любители крутых спусков дождались своего звездного часа Сноуборд стал олимпийским видом спорта В 30-й день декабря в 1865 году родился английский писатель Нобелевский лауреат 1907 года Джозеф Фридьярд Киплинг Он стал первым англичанином, получившим Нобелевскую премию по литературе В числе лучших его произведений рассказ о судьбе Маугли «Книга джунглей» В 1905 году родился коллега Киплинга из России, писатель и поэт Даниил Ювачев Известный под псевдонимом Хармс Он стал классиком детской литературы С именинами сегодня поздравляем Даниила, Петра, Степана и Михаила На Руси в ночь с 30 на 31 декабря разжигали большие костры за околицей И бросали в огонь трех слепленных из снега кукол Если от тающих кукол огонь быстрый газ, то считали, что святки будут ясные Если же костер долго тлел, то следовало ждать буранов и жестоких морозов Такая была традиция накануне Нового года Вы смотрели «Календарь губернии». Всего доброго!